Психотики Что используют для постановки такого диагноза, как шизофрения? Диагноз не должен основываться лишь на поверхностных симптомах. Диагноз должен не только точно определить сущность болезни, но и отличить ее от похожих состояний, с которыми ее можно перепутать. Внешние проявления могут быть такими же, однако сама болезнь может быть иной. С другой стороны, внешние проявления могут разниться, а протекание болезни может быть точно таким же. В случае шизофрения и заболевания, суть проблемы что у взрослых, что у детей, состоит в расстройстве личности, ее расщеплении, и признаки этого могут наблюдаться еще в раннем возрасте. Как определить шизофрению? Специалисты обсуждают каждый случай, изучая анамнез, который включает текущие симптомы, прошлые анамнезы, информацию о развитии заболевания, анамнез членов семьи, данные, полученные в ходе физического, неврологического и других клинических осмотров, данные психологического теста и, наконец, клинические наблюдения. Этот процесс постановки диагноза похож на просеивание клинической информации через несколько сит, которые отсеивают те болезни, которые не являются детской шизофренией. Этими ситами выступают анамнез, медицинские, неврологические и другие, полученные при помощи анализов данные, данные психологических тестов и клинические наблюдения. После данного инцидента у ребенка, по достижении 18 месяцев, нормально развивавшаяся до этого момента речь внезапно исчезла, и ребенок стал аутичным и онемел. Хотя инцидент и регресс речи связаны между собой, мы не можем делать выводы об их причине наследственной связи. Отставив в сторону вопроса теологии, болезнь должна рассматриваться сквозь изучение наследственности и общего состояния, а также любых травмирующих событий. Но вернемся к вопросу о получении анамнеза. Данные, полученные в ходе физического, неврологического и других клинических осмотров, таких как воздушные энцефалограммы, эрк, серологические исследования, анализ химического состава крови и так далее, не могут служить надежной основой для постановки диагноза детская шизофрения. Данные психологических исследований, напротив, очень важны и часто подобно моничны, характерны для болезни. Результатами теста Роршаха в таких случаях становятся странные ответы, аутистичные и девиантные образы, слабая связь с перцептивной реальностью, мало ответов F+, испытуемые плохо различают форму, изобилие ответов, связанных с цветом. Давай-ка, возьми картинку в ручки и скажи мне, на что это похоже? На что похоже? Я буду записывать то, что ты скажешь. Так что скажи мне, на что это похоже? Давай, возьми в руки, бери. Вот молодец. А теперь скажи, на что это похоже? Огонь. На огонь. А теперь покажи, где этот огонь? Вот тут. Где? Где он? Вот тут. Ага. Вижу, вижу. А на что еще это похоже? Что еще видишь? Что ты еще видишь на картинке? Джуэл. Что еще видишь? Джуэл. Что еще на картинке видишь? Что видишь? На что похоже? Листья. На листья. Что за листья? Покажи мне их. Вот. А, понятно. Где? Посмотри, посмотри. Ты должен посмотреть и показать мне. Рисунки детей шизофреников являют собой гротескные образы. В них наблюдаются искажения. Фрагментация. Движение. Потеряя естественных контуров. Сексуальная озабоченность. Насилие и агрессию. Компетизация. И персеверация. С клинической точки зрения, мы заинтересованы в речевых нарушениях. У детей аутистов может наблюдаться отсутствие речи. Умница. Умница. Вот так. Вот хорошо. Ты поешь. Помнишь ту песенку «С добрым утром тебя»? Помнишь ее? «С добрым утром тебя»? Помнишь? Мы все на местечках. Помнишь, Шерн? Местечках под солнцем. Помнишь? Шерн. И именно так нужно день начинать. Ты помнишь? Хорошая девочка. Она хорошая девочка. Она умеет разговаривать. Как у тебя дело, Шерн? Когда ребенок говорит, мне кажется, что слушающий часто может заметить странные особенности речи. Высокие звуки. Я хочу это. Ты хочешь поиграть с этим? Нет. С другими двадцатью штучками. Я хочу посмотреть. Их двадцать? Да. Хочу еще посмотреть. Хочу. Я хочу двадцать штучек посмотреть. Ты хочешь посмотреть? Мы их найдем. Сейчас. Кроме того, родители могут жаловаться на то, что дети повторяют фразы, как попугаи, подверженные холлали, а также на то, что дети совмещают или создают слова. Ты мне нравишься. Что такое кусту? Ты мне. Ты мне тоже нравишься. Что за кусту? Проговори мне кусту. Проговори мне по буквам. Что за кусту? Ты проговори. Это сложно, я не могу. Что это значит? Ты мне тут вырежешь кролика. Нарисуешь парочку здесь, и я их тебе вырежу. Нет, ты вырежи. Вот, вот здесь. Вот молодец. Ты где услышал этот твой кустул? Не знаю где. Вот. Так. Сейчас вырежу. Поиграй в кустул. 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 Что это значит? Ты сам знаешь. Не знаю. Где ты его услышал? Кустул. Где ты его услышал? Кустул. Неологизм кустул, как мы узнаем позднее, был слиянием таких слов, как кусать и стул фекалий. Так мы подходим к вопросам использования языка не только для коммуникации, а как к материалу для игры и способу отстраниться. Вот еще одна. Что это? Еще одна. Кто еще одна? Кошка. Это еще одна кошка. Дай-ка посмотрю. Так. Еще одна кошка. Очень мило. Красиво вышло. И сколько у нас тут теперь кошек? Три. Три кошки. Покажи их мне. Вот одна. Вот другая. Вот третья. Хорошо. Хорошо. Вот кошка. Как ты вот тут последнюю назвал? Пинкра. Это Пинкра. Одна. Вторая. Три. Три кошки. И одна из них. Пинкра. Хочешь нарисовать еще одну кошку? Нарисуешь еще одну. Кошка. Это четвертая кошка. Вот теперь тут четыре кошки. Четыре теперь. А давай теперь нарисуем Джуэла. Прямо здесь. Рядышком. Посмотрим. Давай нарисуем тут Джуэла. Это Джуэл. Давай. Рисуем Джуэла. Молодец. Голова. Хорошо. Две ноги. Хорошо. Два глаза. Две ноги. Два глаза. Давай дальше. Рот. Это рот. Так. А это что? Палец. Это палец. А это тело. А вот и тело. Очень хорошо. Так. Это Джуэл. А теперь посмотрим. Нарисуешь ли ты маму Джуэла. Вот здесь. Давай посмотрим. Этот рисунок оставим тут. Поглядим. Получится ли у нас мама Джуэла. Вот тут у нас Джуэл. Вот он. Наш Джуэл. А теперь мы нарисуем маму Джуэл. Вот тут. Ты не хочешь там порисовать. Там белый лист бумаги. Давай-ка вот этим карандашом. Так. Давай теперь нарисуем маму. Это серый цвет. Да. А что ты сейчас рисуешь? Лицо. Это лицо. Так. А дальше. Глаза. Это глаза. Это рот. Он открытый. Вот лицо. А вот ботинок. Там ботинок. Да. Он там. Так, Джуэл. Еще раз покажи мне, где там лицо. Джуэл. Покажи. Где лицо. Вот оно. Это лицо. Да. А где тело? Вот тут. А еще там две ноги. Две ноги. Да. Понятно. Так. Хорошо. Ты молодец, Джуэл. Клинический осмотр нельзя считать полным без проведения дифференциальной диагностики. Необходимо исключить психонебросы и психопатию. Также детскую шизофрению нередко путают с органическими реакциями или умственной отсталостью. В прошлом многие дети с шизофренией по ошибке получали диагноз, связанный с этими двумя категориями патологий. Дифференциация не является отдельным шагом в постановке диагноза. Диагноз и дифференциальная диагностика протекают одновременно, пока полученные клиническим путем данные проходят через диагностические сито. В случае с органическими реакциями, признакам органического характера относят следующие. В анаамнезе матери может присутствовать проснувка в первом триместре беременности. У ребенка в анаамнезе может быть родовая травма, менингит или энцефалит в раннем возрасте или эпилептические припадки. Могут наблюдаться и неврологические признаки. Помочь может и сирологическое исследование. Порезные данные могут найтись в результатах электроэнцефалограммы. Сравните нормальные показатели с показателями больного эпилепсии. Помочь может и воздушная энцефалограмма. Полезны психологические тесты по выполнению неких визуальных действий, например, как ребенок в семилетнем возрасте рисует алмаз или гештальтест. А также типичные данные, получаемые при проведении теста Роршаха. Замешательство при работе с карточками. Затор может вносить ответов. Ответы W или неполные ответы. Неточные и повторяющиеся ответы. Для симптомов, устанавливаемых клиническим путем, характерны импульсивность и гиперактивность. Дифференциальная диагностика помогает установить такую патологию, как отставание в любых сферах, например, в речи, ходьбе, приучении к туалету и так далее. Любое отставание может быть приобретенным, неврожденным. Случаи отставания могут прослеживаться и у других членов семьи. При физическом осмотре легко устанавливаются такие патологии, как микроцефалия, гидроцефалия и синдром Дауна. При умственной отсталости рисунки детей примитивны. Например, это рисунок человека. Сравните этот рисунок десятилетнего умственной отсталого ребенка с рисунком ребенка со среднестатистическим уровнем умственного развития в том же возрасте. С клинической точки зрения, глупость ребенка очень выделяется. Это значит заткнись. Значит заткнись. Что? Кто говорит заткнись? Мой папа Он говорит заткнись А почему он так говорит? Потому что я его бужу по ночам Говорю ему спокойной ночи Папочка А он говорит заткнись Иногда он говорит спокойной ночи А иногда заткнись Ага Иногда говорит спокойной ночи А иногда отвечает заткнись Так? А сколько раз ты ему говоришь спокойной ночи? Фредди Сколько раз говоришь? Не знаю Продолжение следует...